здравствуйте меня зовут александр гущин это программа на барсе в гостях у нас интересный человек визажист художник по гриму светлана кунышина добрый день спасибо что пришли у вас очень много профессий насколько я знаю человек вы занятой определенно но нашли время и вот вы здесь у вас достаточно интересная история становления потому что сейчас вы работаете периодически на съемочных площадках народных блокбастеров что уж там но ваше становление изначально вот предполагалось что вы окажетесь здесь и сейчас либо это какие-то спочка случайных каких таких совпадений которая привела к этому не могу сказать что прям осознанно задумывалась об этом мне кажется это ну конечно были какие-то мечты если говорить про кино мне кажется все об этом думают кто находится подобной профессии хотелось бы попробовать были конечно такие небольшие какие-то работы клипы снимали ли еще что-то я уже представляла как бы это было бы хорошо если бы попробовать в кино то были мысли такие но вот постепенно каким то тоже вот наверное все таки случайными событиями как-то это все проходит и постепенно вот пришла к такому что и до кино добралась и театра был и там то есть она есть в общем то все это как-то общая цепочка взаимных событий то есть нет такого чтобы вот если бы этого не было там или если бы я это не прошла бы это бы не не пригодилось или что-то было лишнее в моем пути то есть я считаю что все это очень хорошо отражается в итоге а вот первоначальная эта ступень когда вы поняли что будете заниматься красотой я скажу это так потому что опять же все эти модельные вещи потом ну да модельные агентства я долго модельном агентстве работала как визажист стилист в крупных модельных агентствах такие которые уже мирового уровня а если говорить о том вообще как я пришла к этой профессии то наверное потому что я всю жизнь рисовала потому что вообще и портреты для меня были это самым главным рисунком я заканчивала естественно художественной много именно работала как портретист и шаржист есть у меня такая тоже стезя вот поэтому лица меня всегда привлекали и все что с этим связан наверное я так его и включаю свою жизнь никуда это не девается то есть меня я люблю лиц людей люблю с людьми работать это мое такое комфортное состояние любимой профессии касаемо визуального искусства касаемо вот этих вещей мы поговорим чуть позже более подробно но вашей карьере был еще момент аудио искусства потому что вы работали на радио и скажите что вот этот опыт вам принес из позитивных полезных вещей ну кроме знакомства с валентинной перекресткой нет конечно это не одно из положительных отрицательных нет отрицательным вообще не могу ничего сказать отрицать мне кажется вообще все что происходило вот даже работа на радио это такое было не знаю это конечно было студенчество такое и тогда мне казалось вообще все классно было все все вот сейчас может быть я там может быть вернуться уже с этим сознанием туда я бы наверно что-то нашла не то но сейчас у меня в памяти все это очень ярко очень красиво очень немного это принесло радио это такой незаменимый опыт умение как-то и общаться наверное люди хорошие много а тоже опять же общение с людьми я даже не знаю как это писать то есть это была яркая вспышка моей жизни то есть о которой я часто вспоминаю и многие кто меня помнит когда я еще работала на радио мост тогда существовала это прекрасная радиостанция и конечно был совсем другой опыт работы не сейчас как век наших технологий тогда это мы с письмами работали там с пейджерами такие в общем достаточно допотопные уже многие не знают что это да 2015 году или может быть чуть раньше я ушел из филармонии я работал там артистом вы пришли филармонию в 2016 мы с вами разминулись что называется и вот этот опыт потому что вы уже выступили там в качестве я так понимаю профессионального гримера вот этот опыт большим новым опытом наверно отразилось потому что мы а вот с лидии весело на тот момент она работала режиссером мы с ней очень много продумывали образов то есть у нас мы прям работали таком тандеме мы обговаривали потому что я как-то и с костюмом что-то могла подсказать она мне прямо вот говорил конкретно что она хочет мы могли даже что-то менять в ходе потом спектакль пройдет она говорит давай вот это добавим допустим еще что то то есть гримерский опыт он еще больше 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 увеличивается то есть есть какие-то определенные работки а тут можно еще вот то что с режиссером когда работаешь она получается более четче более объемные то есть я не кажется правильнее видеть это получается и со сцены я поняла как это много что можно видеть то есть я понимаю как делать по свету допустим какие-то нюансы то есть для меня это тоже очень большие открытия были какие-то меня здесь постоянно ругают конечно то что я часто зову людей из кино которые связаны так или иначе но ничего не поделать я все равно буду про это спрашивать как вы оказались кино вообще случайным на самом деле потому что мне позвонила именно светлана мифтеева она была главный художник по гриму то есть она заведовала грим цехом как раз на непослушники и порекомендовали меня честно говоря даже не знаю кто конкретно то есть спасибо тем людям кто вообще про меня там не знаю каким-то образом сказал кто-то каким-то образом они наводили справки возможно или еще что то вот то есть она у нее уже была определенная информация к этому моменту и она мне пригласила как дополнительным гримером и уже вот с этого у меня начался опыт работы вот кино касаемо работы с большими артистами уже опять же как это стресс капризничают ли они когда работаешь на площадке вообще в принципе относишься к этому без фанатизма то есть стараешься действительно вести себя то есть и вообще в принципе мы профессионально нам некогда собирать вот эту звездность наверное или реагировать на это то есть нужно действительно подготовить артиста нужно четко понимать что нужно в кадре естественно слушаешь рекомендации главного гримера потому что все и отходит из этого да артисты были большие знаменитые такие мэтры но ведешь себя как профессионал и работаешь спокойно вы же еще и психолог ну да это я думаю опять же мое предположение я когда-то поступил на психолога да но не стал учиться предпочел кино кстати но тем не менее психология как мне кажется универсальная профессия которая помогает вам во всех ваших других профессиях и вот здесь вот этот момент тоже наверное да очень полезен когда вы работаете с людьми и опять же я вообще к этой профессии пришла тоже благодаря своим клиентам которые приходили до случайности снова да да то есть я вообще в принципе стараюсь прислушиваться каким-то вещам в жизни да если повторяющиеся какое-то событие то есть нужно даже развернуться к нему вот и был такой момент когда одно время я работала в студии и ко мне приходили мои постоянные клиенты и говорили так хочется вот подольше поговорить какие-то мы там буквально их не лишние проблемы решали и у меня такая получилась рубрика приходи поговорить и они просто приходили ко мне на пакет с прическом примерно такая же рубрика да и они приходили со своими вкусняшками там мы там пили чай я просто была такая проблема что у меня просто не хватало времени на них я не говорит ну давай мы оплатим тебе там полчаса просто буквально поговорим и вот это было интересно я подумал почему бы нет вот тут во время пандемии дополнил свое образование да то есть я вообще в принципе люблю учиться конечно поэтому так много проектов сейчас снимается понятное дело в больших городах но я очень рад то что и у нас локально стали снимать кино достаточно часто пускай понемножку но тем не менее это все начинается вы как все-таки локальный специалист которого нашли уже здесь посоветовали и прекрасно интегрировали потому что как я понимаю вы принимали участие как в первой части так и в продолжение непослушника но вот допустим у вас были какие-то предложения других городах и вообще если в них смысл поедете ли вы если будет такое предложение из москвы допустим да было например предложение тоже но и к сожалению мобильно то есть у меня нет своего автомобиля и я не вожу поэтому есть какие-то в этом трудности например чтобы выезжать например даже на ближней площадке допустим как плюс вот была такая возможность но не всегда я могу например это поддержать в москву легче то есть у меня есть возможность выезжать или там я это рассматриваю но смотря как и куда то есть принципе не отказываюсь я рассмотрю все предложения и смотрю всегда со всех сторон как можно это реализовать как это можно подойти и так далее а с кем из режиссеров или может быть даже у вас скорее всего актеров потому что вы занимаетесь гримом с кем бы вы хотели поработать да мне кажется я бы поработала со всеми кто бы мне предложил поработать мне понравился например владимир код как работает очень не было интересно это посмотреть да 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 режиссер непослушника то есть я бы вот пожалуйста его еще каком-нибудь проекте с удовольствием поработала только позвали не ну я думаю видеть вы уже себя зарекомендовали то что они вас приглашают еще поэтому поэтому не знаю вот прям конкретно кого-то выделить я не могу так с удовольствием рассматривают все предложения есть такая фраза случайности не случайны да да она из мультфильма но мне кажется она такая достаточно умная достаточно мудрая даже и вопрос следующий оглядываясь назад вот сейчас вот у вас такой опыт такие профессии все вот это как-то все скомбинировалось как-то сложилось но вот для тех людей которые сейчас мечтают вот посвятить себя вот этому чем вы занимаетесь грим кино кино площадке как вы думаете вот как сделать так чтобы действительно не то что ты куда-то бы напрашивался а то что вот тебя приглашают сейчас как все это возможности большие поэтому я считаю что тут такое поле для деятельности сейчас наше время не нужно писать кому-то бумажные письма да 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 то есть проезжать научный кастинг если сейчас например молодежь какая-то там это поймет она поймет что все быстрее и легче не надо бояться там не надо переживать или еще что-то себя ограничивать вообще мечтайте мечты сбывается вот а ваши дети они пойдут по вашим стопам тоже будут связаны с кино ой я не знаю я конечно в этом плане на детей не давлю но это уже есть определенный опыт как я понимаю да старшая дочь у меня вообще давно в принципе со мной работает она такой у меня уже рабочий аквагример вот это полностью уже ее стезя если спросить вашу дочь как вот вы стали аквагримером ну знаете случайное истечение обстоятельств у меня мама художник по гриму ну получалось так что я ее часто брала с собой то есть она наблюдала она художник то есть она тоже заканчивала художественную и она достаточно талантливая ну наверное это все мне кажется это все цепляется когда дома например если я там сижу пишу портрет ребенок это видит в любом случае каким-то образом будет включаться то есть если у меня младшая дочь например она не заканчивает художественное ничто мы ее туда не направляли но она активно тоже рисует то есть ее это тоже увлекает и старшая дочь также она смотрела например если там бутафорией какой-то занималась она тоже это все перенимает то есть она мне тоже помогает какую-то бутафорию делать если что-то у нас какой-то определенный заказ есть то есть она такая любит ручками все так делать аккуратненько у нее получается все хорошо на киноплощадках как я понимаю как я знаю люди работают в принципе универсальные универсальные специалисты когда один человек иной раз может заменить другого человека абсолютно из другой профессии у вас как я понимаю есть опыт модельный опыт немного актерский но вы бы сыграли в кино хотели бы сыграть кино может быть играли в кино в кино я к сожалению еще пока не играла к сожалению я надеюсь что возможно когда-нибудь я не исключаю эту возможность мне бы хотелось если честно быть так прям откровенно вот и хотела бы попробовать конечно я не знаю как у меня получилось бы это действительно вот но желание есть и конечно да любой мне кажется опыт действительно как говорите на площадке люди они много что умеют потому что все на подхвате все не могут быть узконаправленным специалистом естественно все это взаимосвязано поэтому все пригождается это тоже а если бы не художественные ваши направления быть гримером быть визажистом возможно художником по костюмам странно спрашивать учитывая то что у вас достаточно много профессий но чем бы вы занимались если бы не этим я бы этим и занималась потому что ну да все что связано с людьми с изобразительным искусством я самостоятельно к этому двигалась все что мне попадалось я это все обучалась или дополняла какие-то свои знания то есть все это то что сейчас я имею я не думаю что это все как бы останавливается возможно я еще что-то освою вот я довольна тем что я сейчас имею вот то есть эти профессии они все мне дополняют то есть вообще если моя первая профессия вообще портной верхней одежды то есть это тоже у меня отражается где-то где-то это это все помогает где-то что-то я там допустим а также в работе с артистами на своих собственных проектах каких-то все равно это все перекликается также и мои дети они уже все друг с дружкой все тоже от меня перенимает даже старшая дочь она также помогала костюмером на непослушники то есть она тоже умеет шить там что-то там делать а вы как себя презентуете вот допустим даже вот вы на съемочной площадке большого российского фильма ну коммерчески успешно вы приходите вы как гример выступаете там вот но вы не рассказываете о вот этих вещах то чтобы партно еще потому что ой меня сейчас меня как универсального специалиста еще закинут шить костюмы за ту же там ставку нет я не конечно не стесняюсь сам особо говорить то что я умею но не всегда получается то есть это надо тоже об этом как-то удобно сказать не просто прийти и сказать я протараторить т 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 у меня там то 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 да нет по ходу общения бывает это выливается то есть прям жестко не ограничиваю какие-то свои профессии там вот это да это нет нет я могу и в этом помочь в этом помочь я считаю вообще в принципе не нужно отказываться то есть нет такого что я там переживаю что меня там нагрузит ну нагрузит может быть это спасет какой-то не знаю кадр вот в итоге эпизод да мало ли то есть я считаю что не просто так информация приходит тоже но кино это да коллективный труд да где каждый дополняет это вообще очень интересно потому что опять же большое кино в шуй в шуйском районе как я понимаю это наверное не то что сносит крышу наверное это я так вот со своей позиции смотрю до сих пор но опять же вот вы когда появляетесь на площадке быстро вот эта эйфория уходит и вы просто вот как вы говорите мы профессионалы то есть никаких чувств работаем там и поехали я уже понимаю где я работаю да и то есть мне нет такого чтобы я вот это вот естественно эйфории там или переполох какой-то на меня там подал да мне очень хочется всегда там тоже где-то пофотографироваться я там бывает возможность какие-то перерывы изыскивала чтобы где-то запечатлеться все равно но чаще всего требований и вообще позиция должна быть такая мы пришли работать в первую очередь нужно быть осознанным в этом что мы делаем да и ну это важно это правильно потому что если это будет такая какая-то суета непонятная то есть это все естественно перейдет и пострадает в первую очередь артисты которые должны в кадр готовиться и так достаточно у нас действительно и в шуи и в шуйском районе там много было людей на площадке особенно когда снимали там в городском парке у нас в шуи то есть много было лишних людей которые пробирались на площадку которых нужно было уводить и некоторые были не в нетрезвом состоянии то есть это довольно сложно немного другая эйфория да да и ребята там кто из охраны они конечно у них прямо была нагрузка адская это в этом плане и естественно они все ловили там актеров да актер идет с одного вагончика грим там допустим на костюм или еще что то они вот там буквально не дают ему там отойти то есть это тоже не очень хорошо конечно мы конечно все понимаем и они все понимают они прекрасно вообще все осознавали что он где они работают и как это все выливается но такие нюансы есть и артисты тоже понимают прекрасно что такая у них профессия ну ты как Виталий Гагунский когда приехал в родники за ним целая толпа людей как вы думаете вот вы человек из индустрии вас можно уже назвать таким профессионалом как вы думаете в Ивановской области будет киноиндустрия возможно Иванова станет столицей кино как вы думаете это было бы прекрасно конечно вот но я думаю все равно ну вот и опять же вот вернемся к началу разговора какие то вот предпосылочки уже что то вроде начинается ну я думаю как площадку уже рассматривать довольно так серьезно ну во всяком случае в моем представлении возможно я ошибаюсь но мне то нравится то что у нас в Плесе снимали они по моему не одну картину уже снимали то есть есть такое вот Васильевская пожалуйста шоу я тут Иванова да какой то сериал там готовит тоже то есть все это идет наши красоты они здесь мне кажется кто их увидел вот кто то отметил это вовлекается все и хочется использовать это конечно красивые картинки мне кажется тем более это хорошее отражение мне кажется простой жизни который сейчас уже нашему зрителю в большей степени не хватает как то уже все подсоскучились немножко по простой жизни такой вот с экранов я имею ввиду не так как которые мы действительно живем вот а так как показана она на самом деле вот поэтому я думаю как площадка точно будет использоваться и ну давно пора уже да да что об этом сказать потому что раньше допустим киношники снимали условно регион где-нибудь в подмосковье потому что так удобнее так ближе и но если вам нужно Иваново если вам нужно Шуя тут не так уж далеко ехать то все стало быстрее я еще о чем хотел спросить то что если это сейчас начнется то вы же уже на готове вы уже сразу запрыгнете всегда да за на готове всегда переди планеты вот да хотелось бы тем более у нас еще в в палехе по-моему тоже какой-то вот тоже скиски но я не помню то как называется фестиваль но какой-то недавно проходил вот зеркало тут тоже было и еще что-то проходило не помню как правильно назывался у нас здесь уже кинофестивали уже да уже какие-то вот такие да да то есть вот то есть тенденция идет хорошая я думаю что это будет развиваться и я думаю что работая будет достаточно вопрос заключительный вопрос традиционный я его задаю всем гостям светлана скажите вы на данный момент счастливый человек да если да процентов то как вы думаете почему я делаю то что я хочу то что я люблю меня окружают прекрасные люди тоже по которых я хочу видеть в своей жизни которых я люблю это вообще здорово то есть это мне кажется это есть счастье когда все вокруг так как ты хочешь класс спасибо за то что пришли было очень любопытно вас послушать приходите еще потому что я думаю возможно будет непослушник 3 и ряд других картин с удовольствием приходите буду очень рад видеть на сегодня это все у нас в гостях был интересный человек визажист художник по гриму немного модель актриса и конечно же психолог Светлана Кунышина большое спасибо спасибо Александр и вам спасибо 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 и